Музыка Привет всем! В студии Алексей Мартынов и это программа Ставропольского Государственного Аграрного Университета «Студент.АУ». Студенты Аграрного проводили зиму. К масленичным гуляниям ребята подготовились заранее и праздник удался на славу. Мы находимся на подворье факультета механизации сельского хозяйства. Ребята целый день готовились, напекли огромную кучу блинов и сейчас с радостью угощают всех желающих. Ну что, давайте попробуем? Угощения на этом разностольном столе оказываются не только красивыми, но и по-домашнему вкусными. А хозяева стала гостеприимными. Ребята рассказывают, что удовольствие они получили даже от процесса подготовки к масленичным гуляниям. Еще строили большую-большую гору блинов, все вместе с ребятами. Было очень весело и интересно. И вот такая у нас теперь большая. Во внутреннем дворе вуза развернулись 11 площадок. По одной от каждого факультета и общей от профсоюзного комитета и межэтнического совета. Столы просто ломились от угощений. Из динамика влилась заводная музыка. В толпе студентов расхаживали скоморохи и коробейники. А всех желающих почивали блинами с самыми разнообразными начинками. Ну а кульминация праздника наступила, когда к широкой масленице присоединился ректор аграрного Владимир Трухачев. Он подошел к каждому столу, а потом запросто пустился со студентами в пляс. Чтобы добавить веселью дух соревновательности, среди факультетов были проведены конкурсы на самое масленичное блюдо, лучшего коробейника, лучшее чучело, лучший номер и самую большую стопку блинов. Впрочем, победителей выбрать не удалось. Все участники подготовились великолепно. В аграрном, кстати, очень любят русскую традицию проводов зимы. Я обожаю масленицу, потому что каждый год в нашем университете происходит это огромное событие, когда собираются все факультеты, песни, пляски, все веселятся, готовят блины, море угощений. Все счастливы, все танцуют. И это очень веселый, замечательный праздник. Это истинный русский праздник. Я его очень люблю, потому что можно поесть блинов, поплясать. Все становятся самыми дружными, активными. И вспоминаешь, как наши родители праздновали эту масленицу. Ну а пока одни студенты провожают зиму, другие успешно борются за победу в ледовом шоу «Большой прорыв». Спортивный проект «Большой прорыв» проводится уже пятый год. В прошлом сезоне безусловными лидерами конкурса стала команда «Агрики». Ребята покорили и зрителей, и жюри невероятной скоростью, акробатическими трюками и артистичностью. В этом сезоне перед командой «Аграрного» стоит задача посложнее. Сами ребята говорят, что уровень соперников вырос по сравнению с прошлым годом. И повлияло на это как раз блестящее выступление нашей команды. Так что сейчас ребята тренируются без устали. Мы готовились всю неделю, каждый день были тренировки. Мы все расписали, каждый конкурс разбили на пары. Каждая пара все время парный конкурс репетировала отдельно, все прорабатывали. И возможно будут элементы из фигурного катания во время эстафеты даже. Были ли у вас трудности, с которыми вы столкнулись во время тренировок? У нас серьезных трудностей не было, разве что вчера мы катались под дождем с мокрым снегом, а так все было нормально. Команда «Агрики» настроена оптимистично и верит в победу. Ребята признали, что теперь к их упорству и целеустремленности добавился еще один козырь. В состав команды вошла студентка первого курса Саша Коныжова. Она много лет серьезно занимается фигурным катанием и даже является кандидатом в мастера спорта. С командой Саша легко нашла общий язык. Ребята все дружные, все веселые, поэтому влиться в коллектив было в принципе несложно, так как каждый приветлив, каждый готов для общения, всегда поможет, что-то подскажет. И я очень рада, что я попала в эту команду. Все отличные ребята. Но ты в прошлом году смотрела игру, правильно? Ты видела, что наша победа? Да, я смотрела игру, мне очень понравилось. И когда я еще не поступила в Аграрный университет, увидев это, я поняла, что я еще больше хочу сюда поступить, посмотрев, как ребята катаются, занимаются. В общем, это очень здорово, мне очень понравилось. В полуфинале Большого прорыва команда Аграрного встретилась с давними соперниками из Медицинского университета и с командами компаний «Росгострах» и «Бизнес-Айти». Агрики не оставили конкурентам ни единого шанса. Во всех конкурсах наши ребята с легкостью одержали победу. Теперь все силы команда Аграрного направила на подготовку к финалу, который, кстати, проходит уже в эти минуты. Программу продолжит рубрика «Компас профессий». В ней вы познакомитесь с теми, кто постоянно совершает технический прорыв. О профессионалах IT-сферы расскажет ведущая рубрики Александра Бакалюк. Всем привет! Сегодня мы на экономическом факультете, а с направлением информационной системы и технологии меня будет знакомить студент третьего курса «Роман Шабанов». Привет, Ром! Привет, Саш! Сегодня я тебя познакомлю с самой актуальной профессией в современном информационном пространстве. Эксперты говорят, что область информационных систем и технологий – одна из самых перспективных отраслей кадрового рынка в условиях современной экономики. Не будет компьютеров и электронных систем, не будет ничего. Компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. А рынок информационных технологий развивается с небывалой скоростью. В связи с этим продолжает расти спрос на профессионала в области IT-технологий. Владимир с детства занимался программированием. Сначала на самом элементарном уровне, но сейчас, после нескольких лет обучения, в Аграрном университете говорит, что уже владел довольно сложными языками программирования. Мне нравится, в общем-то, творческая работа именно в информационных системах. Мне нравится писать программы. Я с детства этим занимался. Вообще исследовать эту область. Это перспективное направление. Сейчас информационные технологии очень активно развиваются, внедряются в самые различные сферы общества. В процессе обучения студенты осваивают языки программирования, проектирования и наладку информационных систем, компьютерную и микрокомпьютерную технику, а еще администрирование корпоративных и промышленных сетей. Ведь практически любая компания сегодня нуждается в автоматизации своего бизнеса, в возможности работать по внутренней компьютерной сети и быстро обмениваться информацией в электронном виде между подразделениями и отделами, вести учет продукции, закупок и реализованного товара. Еще одна сфера деятельности программиста – веб-программирование, разработка, модернизация и поддержка сайтов. Многие студенты уже сейчас наряду с учебой получают заказы на разработку сайтов, что позволяет и полученные знания применить в реальной жизни и получить вполне стабильный доход. Я выучил язык HTML, хоть он самый простой, но зато он самый доступный. Я благодаря ему создаю сайты в свободное время от учебы. Я тем самым могу зарабатывать себе деньги, что немало важно для студента. На факультете своей целью видят подготовку разностороннего специалиста, одинаково хорошо ориентирующегося в программной и аппаратной составляющей информационных компьютерных и микрокомпьютерных систем различного типа и назначения. Профессионала, который может и эксплуатировать, и создавать новые информационные системы. Есть и еще одно направление – робототехника. Первого успеха в нем добился наш сегодняшний гид по факультету. Ром, расскажи, пожалуйста, о своем проекте, который ты представлял на конкурсе «Умник» в 2013 году. Я представлял свой проект, который назывался «Спелелок-2013». Целью данного робота является поиск людей в завалах, либо в других труднодоступных местах. Сам робот построен на базе конструктора «Лего» с использованием робота RCX-1.0. Ты сейчас в руках держишь основную плату этого робота под названием «Ардуино Уно». Именно разработкой программного кода для этой платы занимаюсь я. А как жюри отметила твою работу? Поскольку для меня это был первый конкурс на таком высоком уровне, то я рад своей наградой. Я получил Кубок губернатора Ставропольского края и стал самым молодым инноватором среди всех участвующих в данном конкурсе. При подготовке студентов на факультете особое внимание уделяется практическим вопросам применения технологии IT в бизнесе. Для этого наложено сотрудничество с ведущими работодателями этой области, в частности с компанией «Стафаналит», лидером в области внедрения и сопровождения системы программ 1С. На сегодняшний день Аграрный университет является одним из ведущих вузов, по крайней мере, по нашей оценке, в области бухгалтерского учета, информационных технологий. Еще один партнер факультета в области подготовки кадров – компания «Миликс». Здесь трудится Влад Бузов, который успешно совмещает учебу с получением практического опыта. Тот опыт, который получаю здесь и на данной работе, он важен для меня, бесценен. И поможет осуществить мне мечту в моей будущей карьере. А в будущем Влад мечтает возглавить технический отдел крупной компании. И его текущие работодатели говорят, что такая перспектива у парня есть. Потому что полученные в университете знания вкупе с практическим опытом становятся отличным фундаментом для будущей карьеры. Ребята проходят производственную практику, связанные, сама практика больше связана с настройкой обслуживания серверов, с настройкой и созданием баз данных, ну и так далее. Больше практические навыки при работе серверами и компьютерами. Все приходящие студенты, могу сказать, 100% очень довольны. Ребята все толковые, знающие, ребята грамотные, то есть организованные. То есть минусов нет. Это была программа «Студент.АУ». Увидимся на следующей неделе. Поступайте правильно. Поступайте в Аграрный университет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok